Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я побывал в огромном количестве каких-то мест, просто не поддающихся вообще описанию, типа в Сомали или на Гаити. В общем, у меня была довольно веселая жизнь. Я работал практически на верхушке возможного для российского фотокорреспондента, потому что я работал в агентстве ТАСС в штате. Это считается клево, потому что, в принципе, места для работы фотографа очень мало в стране, а работать в штате до еще и крупнейшего агентства – это прям клево-клево. Круче только какого-нибудь Associated Press. Ну или совсем уже круче, когда ты сам не работаешь, но у тебя твое имя работает. Ну вот, и в общем, в какой-то момент случился Крымск, наводнение в Крымске в 2012 году, и я вот как-то со своим кулечком приперся на смотровую площадку. Тут, кстати, Сева, находится человек, благодаря которому, в общем-то, я, можно сказать, стал одним из… нет, благодаря которому я стал тем, кто я есть сейчас. Потому что Сева был одним из тех, кто придумал собирать гуманитарную помощь на смотровой площадке МГУ для Крымска, а я внезапно для себя стал одним из тех, кто почему-то начал этим руководить на второй день сбора этой площадки. На первый день я пришел, мне сказали, Митя, найди автобус, я нашел автобус, потом я нашел, там, не помню, грузовик, потом вечером уже мы отправили какой-то самолет, вот. Кстати, МЧСовцы у нас тогда украли генератор, когда мы отправили этот самолет, вот. И, короче, так случилось, что я стал одним из координаторов всей этой штуковины, потом мы отправили туда огромное количество волонтеров, в этот Крымск, потом мы их там координировали, оттуда вывозили, короче, я вернулся в Москву, и я понял, что больше заниматься фотографией смысла не имеет. Потому что фотография для меня, ну, это такое милое и классное занятие, которое я очень люблю, она творческая, дает возможность посмотреть на мир, но она ничего не дает возможности изменить. А когда мы собирали гуманитарную помощь для Крымска, я мог написать в Твиттер ребятам, мне срочно нужен 12-тонный грузовик пустой для отправки в Крымск, он приезжал без звонка, через 25 минут на смотровую площадку, и бесплатно уезжал в Крымск. И, что самое интересное, загруженный доезжал до туда, а не увозил, мы же ему никаких документов не давали, вот, ничего. То есть он, в принципе, мог поехать на склад разгрузиться, но нет, он доезжал до Крымска, его разгружал, и вот таким образом все работало. Причем звонили какие-то там невероятные люди, там звонила компания нефтяная, которая говорила, «Добрый день, у нас у компании есть 150 тысяч долларов, мы хотели бы дать их вам, потому что мы не верим государству. Что нам сделать?» Звонили люди, которые предлагали в какой-то момент, по-моему, завод этих электродов целый. То есть он говорит, у нас есть завод электродов, мы готовы остановить производство на продажу, и полностью, город же нужно восстанавливать, говорят они, мы готовы полностью вам отдать все, вот все, что производит наш завод, мы готовы вам полностью отдать. При этом у меня, как вы понимаете, в тот момент ни у меня, ни у моих друзей, ни у кого не было ни регистрации, никакого юридического лица, ни опыта, ни никакого бэкграунда, ничего. Я к тому моменту был фотограф, люди, которые вместе со мной это делали, Маша Баронова уже была под следствием, например, по делу 6 мая. Через год, когда затопило Дальний Восток, я организовал проект, который назывался Amur13.ru, уже самостоятельно, и мы улетели в Благовещенск, и в Благовещенске все то же, что делали примерно тысячи человек в Крымске, мы сделали в, типа, десятером. Просто потому, что за этот год мы научились более эффективно распределять ресурсы, более эффективно управлять волонтерами, более эффективно вообще поняли, что не нужно, например, везти из Москвы в Благовещенск воду, что воду можно купить, например, в Благовещенске или, на крайний случай, в Китае. Ну, то есть такие элементарные вещи, которые во время Крымска вообще никем не обсуждались. Ну вот, в Крымск мы отправили 153 тонны со смотровой площадки гуманитарной помощи, а в Благовещенск мы отправили, ну, тонн, наверное, 100 из Москвы, и еще тонн где-то 200 мы купили там. Вот. То есть, причем, опять же, в Благовещенске мы летали на вертолетах, на самолетах, плавали на катерах, ездили на военных КамАЗах и Уралах, на машинах. Администрация президента, администрация области, то есть не президента, а администрация области и мэр города Благовещенск выделили нам гигантскую комнату, склад, я встречался с ними со всеми, они к нам приходили. То есть все было без какой-либо регистрации, просто пришли козлы с улицы, прилетели из Москвы, можно сказать, вломились к мэру и сказали, привет, мэр, мы тебе будем помогать. Вот. В принципе, он мог нас всех в каталажку отправить? Нет. Ну, вот он с нами согласился сотрудничать, и это получилось хорошо. Вот. После того, как мы вернулись из Крымска, мы с друзьями, с журналистами поняли, что может сделать вообще журналистская, медийная, интернет-тусовка в случае, когда все, крах случается. И, в общем-то, мы подумали-подумали и решили, что нужно создать проект, который будет заниматься благотворительностью с привлечением всех журналистских и медийных ресурсов для того, чтобы делать что-нибудь хорошее. Потому что нам понравилось, как легко мы все хорошее делали в Крымске. И так появился проект, который называется «Нужна помощь», руководителем которого я, собственно, и являюсь. Что такое проект «Нужна помощь»? «Нужна помощь» — это проект, который занимается развитием инфраструктуры благотворительности в России. То есть фактически мы не помогаем какому-то конкретному человеку, а мы помогаем тем людям, которые помогают людям. Мы помогаем им помогать лучше, помогаем им помогать эффективнее, помогаем им помогать больше. Потому что чем меньше ошибок будут допускать благотворительные фонды по всей стране, и чем больше благотворительных фондов будет по всей стране, тем быстрее и лучше будет оказана помощь нуждающимся по всей же стране. Пока что ситуация с фондами ужасно плохая, и поэтому, в принципе, если описывать ситуацию с тем, как работают благотворительные организации в нашей стране, то можно сказать, и с какими проблемами они сталкиваются, можно сказать, что это примерно такая постапокалиптичная пустыня, ядерная, выжженная, на которой какие-то вот такие вот сталкеры бродят и пытаются что-то каким-то молоточком забить гвоздь для того, чтобы что-нибудь там держалось. То есть это буквально ужас абсолютно. Смысл нашего проекта заключается в том, я коротенько объясню просто, чтобы не в целях рекламы, а в целях того, чтобы вы понимали, чем я занимаюсь. Вот, смысл нашего проекта заключается в том, что мы находим и проверяем важные благотворительные какие-то инициативы, например, строительство больницы, да, какой-нибудь фонд ведет строительство больницы. Мы проверяем этот проект, мы проверяем, достаточно ли это авторитетный фонд, все ли у них хорошо с отчетами, все ли у них хорошо с этим строительством больницы, нужно ли строить эту больницу, или, может быть, ее вообще строить не нужно, людей, которые болеют этой болезнью, нет, или бесплатно лечат это заболевание в соседней улице. Мы проверяем все вот это, то есть мы проводим экспертную оценку, тем самым гарантируя людям, которые будут жертвовать через нас, что это нужный, эффективный и хороший проект. Вот, во-первых. Во-вторых, мы берем эти проекты, их поддерживаем каким образом? У нас, для нас пишут больше сотни лучших отечественных журналистов из всех изданий, из абсолютно всех политических кругов. Мы один из немногих проектов, где могут сойтись, например, Виктор Шендерович и Захар Прилепин. И, кстати, опять же, немного отмотав назад, а политичность благотворительности очень хороша, потому что, когда мы, например, собирали помощь для Крымска, в одной колонне грузили фуру, ребята, православные активисты, это вот Дмитрий Интео, и ге-активисты. А соседнюю фуру грузили ребята с белыми ленточками и ребята из России молодые и нашисты. При этом еще им помогали байкеры вместе с Сергеем Бадюком. Сергей же, по-моему, да? Качук. Да, и в какой-то момент приехал ОМОН. А это уже было после Окупая Бая, после 6 мая. И когда мы увидели, что едут эти Уралы с ОМОНом, мы думали, ну все, кирдык, значит, вот нас всех и забрали. Тут дверь открылась, и вышли эти мужики с памперсами, сказали, куда класть? Вот. Мы такие, о, ничего себе. То есть, вы представляете, объединить необъединимое, это именно то, что может сделать благотворительность. Потому что любому человеку понятно, что такое добро, любому человеку понятно, что такое хорошо. У каждого это может быть что-то свое, но в общем понимание добра, оно одно. Вот. Собственно, мы берем тексты, журналистов, которые пишут тексты про эти проекты, которыми мы занимаемся, и они разжевывают. Прямо вот читателю, что вы должны, то есть не вы должны, вот у нас есть проблема, вот у нас есть решение, вот вы можете поучаствовать в этом решении. И тем самым мы собираем деньги на реализацию этих проектов. Фактически мы фандрайзинговая платформа. Дело в том, что никто до нас этим не занимался, потому что в России практически на 100% развита совершенно другая модель пожертвований. Это так называемые адресные пожертвования, когда жертвуют напрямую нуждающемуся. Собственно, об этом я вам сегодня не хочу рассказать. и суть лекции, в общем-то, в том, почему не нужно помогать одному человеку, и почему нужно помогать не одному человеку, а организации, которая помогает этому человеку. Это очень важно, и это всегда встречает очень большое количество сопротивления и очень большое количество боли в голове у многих людей, но даже не в голове, а в сердце. Но, к сожалению, это практически единственный выход из сложившейся ситуации в России, а ситуация очень плохая. Не помогать конкретному человеку, а помогать организациям. Сначала я вам расскажу, что такое вообще некоммерческие организации, благотворительные фонды. существуют три сектора экономики. Первый – это государственный, который создает возможности. Законы там пишут, не знаю, регулируют ставку рефинансирования. Второй – это частный, то есть бизнес, который, собственно, этими законами пользуется для извлечения прибыли. А третий – это некоммерческий. Третий сектор, который перераспределяет прибыль. Мы ничего не зарабатываем. Мы имеем возможность заработать, потому что нам по закону это позволено. Кстати, с недавнего времени уже и не будет позволено. Спасибо нашему любимому государству. Но пока что у нас такая возможность есть. И чисто теоретически мы можем что-нибудь продать, но если мы что-то продаем, то, например, стул в нашем офисе, он принадлежит нашему фонду. Я могу его продать. То деньги, которые мы получаем с продажи этого стула, мы имеем право потратить только на уставные цели нашего фонда, только на уставные цели нашей организации. То есть, если организация занимается помощью детям, она не может помогать взрослым. Более того, если она занимается помощью детям с четырьмя пальцами, она не может помогать детям с пятью пальцами. Закон в этом очень строг и жесток. И поэтому деньги из благотворительных организаций могут уходить только туда, собственно, куда направлена деятельность этой организации. мы не можем купить ламборджини для помощи маленькому ребенку. Ну, то есть, если, конечно, у нас есть программа, наверное, теоретически по донесению радости для детей через покупку ламборджини, может быть, теоретически это можно, но министерство юстиции должно ее утвердить еще. Вот. Собственно, теперь небольшой вопрос. Кому бы вот из этих двух людей, этой чудесной черноглазой малышке или этому страшному лысому чудовищу, вы готовы пожертвовать прямо сейчас сто рублей? Мужику. Так. Раз, мужику. Давайте, сначала, ну, окей, сначала мужику. 150 разделить. Нет. Вариант... Ну, это хороший, конечно, но все же. У вас выбор. У вас есть сто рублей, вы можете пожертвовать одному из них. Ну... Никому. Нет. Вы можете... Опять же. Либо-либо. Да, вот правильно. Только девочке либо мужику. Мужику. Так, два мужику. Все остальные девочки? Да. Правильно, да? Все остальные девочки. Окей. Так вот. А теперь смотрите, как на самом деле обстоят ситуации. То есть вы совершили, в общем-то, опять же, потому что тут есть нестандартное мышление, поэтому целых два человека решили пожертвовать мужику. Вот как обстоят дела с этим в реальности. В реальности в нашей стране фонды получают пожертвования только если речь идет о детях. Слева... Эту фотографию я сделал лично в аэропорту Екатеринбурга. Смотрите. Слева это помощь больному ребенку. Видите, там 100-рублевые купюры, их много. А справа это помощь взрослому человеку. Вот эти вот монетки маленькие, копеечные. Это показывает на самом деле как это происходит в жизни. По статистике происходит еще хуже. Потому что тут, наверное, перед полетом люди боятся, хотят как бы там замолить какого-нибудь ангела доброты, да, и поэтому дают последнее. Вот. А на самом деле по статистике помощь взрослым в нашей стране приходит не то, что в одном проценте. Она приходит в... Вот, как бы это правильно сказать, статистическая погрешность процентов, когда оказывают помощь взрослому, а не ребенку. Так как основная система пожертвования, основной процесс пожертвования это адресная помощь в нашей стране, 99% пожертвований это адресная помощь, соответственно, 100% практически людей, 99,9% которые жертвуют, они жертвуют только детям и только на лечение. потому что детей жалко. И все. Не существует других объяснений. Детей жалко, всех остальных нет. Так вот, тем самым обрекая всех остальных на смерть. При этом хочу... Ну, это мы сейчас как бы далеко уже уходим, но при этом я вам хочу рассказать, что на самом деле вы все, кто отдал деньги малышке, пожертвовали воллпейперу. Малышки не существует. Я вас не спрашивал, я вам не говорил ни о чем, ни о том, что есть эта малышка, чем она больна. Я вам вообще ничего не сказал про эту малышку. Я просто сказал, кто готов дать 100 рублей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек дали 100 рублей несуществующей малышке. Это воллпейпер, который украден из интернета. И, в общем-то, примерно так действует около от трети до четверти всех сборов частных в интернете, в социальных сетях, которые ведут частные лица. Они просто берут картинку милой смазливой малышке и говорят, ай, моя пусечка умирает, ой, моя пусечка умирает, ей срочно нужно миллион долларов для лечения в Израиле. Желательно еще обычно пишут миллион ноль-ноль-ноль-ноль-ноль, то есть ровненькая сумма как раз для, ну, вот вы знаете, для ровного счета, еще неизвестно, что там будет, там перелет, там проживание могут ответить. Ну вот, в общем, вы только что пожертвовали несуществующей малышке. А вот, собственно, полковник Сергей Юшков, герой России, который фактически остановил нападение чеченских боевиков на Дагестан. Ему два человека согласились пожертвовать 100 рублей, и то с учетом того, что эти два человека пытались подковырнуть меня. Ну, один из них точно. Ну вот. Что? Окей. Допускаю. Допускаю, что это статистическая погрешность. Так вот. Собственно, ситуация оказывается такая, что когда человек выбирает и делает выбор, к сожалению, этот выбор неправильный, потому что человеком, который хочет помочь, движет сердце. Им не движет разум, им движет сердце, ему жалко ребенка. Он не думает о том, что ребенку можно оказать помощь бесплатно, можно оказать помощь за государственные деньги, может быть, и не нужно оказывать помощь. Он не думает о том, что этого ребенка может не существовать в принципе. Точно так же, как он видит лысого старого мужика и говорит, нет, что должен помогать лысому старому мужику, когда рядом ребенок. Ребенок же еще поживет, а лысый старый мужик уже лысый, уже старый. Собственно, и что, перед каким выбором встает тот человек, который хочет кому-то помочь? Выбор на самом деле у него довольно простой. Это либо помочь кому-то просящему, либо помочь какой-то организации, которая занимается решением конкретной проблемы. Опять небольшой уход в сторону. Вот вам карта, найдите на ней Россию. Я вам так покажу, что на самом деле она где-то вот-вот как тут подпрыгнет. Вот этот малюсенький кружочек наверху это Россия. Россия находится на 123-м месте в мире по благотворительности. Это индекс, который составляет Черити Заид Фоундейшн, одна из самых уважаемых крупнейших благотворительных организаций в мире. Так вот, и Россия совершила невероятный прыжок на целых 4 пункта за последний год. И теперь мы со 127-го на 123-е из 135 стран в мире. Ура! Ни одна из стран бывшего Советского Союза не находится в этом рейтинге ниже нас. Ниже нас находится, по-моему, Того и что-то вот типа того. Типа Того. Вот. То есть мы на самом-самом-самом дне. Насколько все плохо? 75% населения не знает вообще ни одного благотворительного фонда. Ничего не знает. 76% населения никогда не жертвовали и даже не задумывались об этом никому. Не просто фонду, а вообще никому. Никогда. А, там еще есть интересная статистика. что а, вот примерно 40%, 39% считают, что люди и компании, которые занимаются благотворительностью, хотят рекламы. При этом напоминаю, что 75% не знают ни одного фонда. Отличная реклама на неизвестности. Клево. При этом 6% знают «Подари жизнь» и 3% региональных респондентов знают фонд какой-то региональный. Обычно это фонд жены губернатора, которой нужно чем-то заниматься, и муж ей дает деньги, чтобы она там цветочки сажала. При этом посредникам не доверяют 33% населения. На удивление 8% населения жертвовали через государственные учреждения и социальные службы. Наверное, это когда на работе заставляют что-то отписывать на Крым или еще куда-то. Ну и 37% пользователей интернета перечисляли деньги на благотворительность. Интернет, слава богу, где-то впереди. Но 31%. Для сравнения ВВП, вернее, уровень индекс благотворительности в США это 3% от ВВП. Это сколько-то миллиардов, 300 что ли миллиардов в год. То есть воу, вот столько абсолютно. Так вот, получается, что даже, наверное, вот так вот. По популярности пожертвования идут вот таким образом. Сначала жертвуют детям 99,9%. Потом 1% делится на то есть опять же, причем детям из 99, ну там из 100% которые жертвуют детям примерно там 80 это пожертвования на лечение процентно. остальные это там что-то подарки в детские дома свозить, ну там ребенок инвалид, купить какую-нибудь инвалидную коляску. Ну такая вот деятельность. То есть ну сейчас мы обсудим эту деятельность. Вот. Потом оставшийся 1% который остается или там даже 1,1% из пожертвований делится между стариками, животными, природой. Это все по популярности. и потом уже идут взрослые. Одна забавная не, один забавный факт. В России есть один благотворительный фонд, который занимается помощью взрослым. Это фонд живой. Есть фонды, которые помогают и взрослым, и детям. Их несколько. Фонд предания, фонд орби, например. Вот. Но взрослым помогает один благотворительный фонд в стране. При этом у нас тысячи, десятки тысяч благотворительных организаций, которые помогают детям, но взрослым помогает один фонд. Да, конечно. Статистика чего именно? Это статистика в ЦИОМ, КАФ и Мейл.ру. И ФОМ еще. Я ее собирал отсюда. Что касается фонда, который помогает взрослым, что он один, это как бы неофициально. Других просто нет. Да, проценты это официальная статистика. Официальная статистика взята из разных источников. У меня даже указаны здесь эти источники внизу. Данные ФОМ, ВЦИОМ, Мейл.ру и КАФ. Конечно. Конечно. Вот. А, собственно, здесь есть другая статистика. Смотрите, в каких проектах вы бы охотнее приняли участие. Это было замечательнейшее исследование Мейл.ру и ФЦОМ. Среди жертвователей в интернете 83% готовы помочь детям, 53% старикам, 43% животным, 37% экологические проекты готовы поддержать и 36% взрослым. При этом если на одну чашу весов вставится ребенок и что-либо другое, то, соответственно, чаша весов с ребенком сразу уходит вверх, всем остальным помогать не готовы. Ну вот. Собственно, к чему мы приходим-то? Адресная модель помощи, она, то есть, когда человек помогает сам самостоятельно одному человеку в решении его одной конкретной проблемы, она приводит к тому, что 99% населения, которые участвуют в процессе благотворительности, решают 1% проблем у 1% населения. В итоге у нас дороги не построены, школы не построены, больницы неплохо работают, наука не занимается изучением новых болезней, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Например, тот же самый известный Ice Bucket Challenge в России практически, во-первых, он во многом ушел в сторону, потому что люди начали обливаться просто для кайфа, просто так, даже не зная зачем они это делают, а многие начали обливаться, я обливаюсь в поддержку фонда одного фонда, другого фонда, третьего, забыв, что на самом деле Ice Bucket Challenge это флешмоб, который был придуман для того, чтобы привлечь внимание к совершенно несправедливо забытой проблеме изучения бокового метрофического склероза. Так вот, собственно, я вам расскажу, почему правильнее помочь организации, чем дать денег конкретному человеку. Ну, первое и самое важное. Когда вы помогаете человеку, скажем, больному ребенку, конечно, жалко больного ребенка, и, конечно, больному ребенку надо помочь, ну, потому что ребенок не должен болеть. Но мы не можем себе представить ситуацию, чтобы ребенок, скажем, в Америке заболел онкологией, ему пришлось собирать деньги на лечение в Америке же или там в Израиле. Потому что в Америке существуют организации, которые сразу берут таких детей и их лечат на свои деньги. Почему? Потому что организации знают, что в год заболевает там 100, 200, 500, 1000 детей, и они готовятся заранее к этому. Во-первых, они стараются не допустить этого, а во-вторых, они заранее аккумулируют средства, чтобы не терять ни одного дня. Они ведут профилактику. Адресная же помощь подразумевает только устранение последствий. То есть оторвало ногу, давайте собирать деньги на протез. Проектная же помощь подразумевает разминирование поля, чтобы никому не оторвало ногу, чтобы не нужно было собирать денег на протез. Проектная помощь подразумевает, например, Билл Гейтс один человек, который разом спас, по-моему, самое большое количество жизней в мире, потому что он вложил какое-то там огромное количество миллионов долларов в борьбу с малярией. Здрасте. Так вот, он вложил огромное количество миллионов долларов в борьбу с малярией. Как? Он взял просто и начал доставлять в самые сильные очаги пораженные малярией москитные сетки, чтобы люди не заражались малярией. Он не вкладывал деньги в лечение больных малярией, а он вкладывал деньги в то, чтобы люди не заболевали. И тем самым он смертность от малярии снизил, по-моему, на, типа, 50 миллионов человек. То есть, и он настолько ее снизил, что ему приходится теперь в каждом своем выступлении объяснять, не вызовет ли он своими действиями перенаселения в Африке. Представляете, какое милое? общество. Не слишком ли много людей у них он спас? Потому что он занялся профилактикой. Это эффективнее. Адресная помощь. Когда вы даете деньги кому-то одному, когда вы даете деньги человеку, больному, вы дали ему, например, у Васеньки рак, вы дали ему 100 тысяч миллионов долларов. Васенька что сделал? Пошел. Предположим, что его родители не пропили эти 100 тысяч миллионов долларов сразу, как обычно происходит, когда даешь деньги родителям. Но Васенька, предположим, пошел и сделал себе химиотерапию. А тут ему говорят, Вась, извини, тебе нужно сделать еще одну химиотерапию, потом еще одну химиотерапию, потом тебе нужно оплатить переезд в другой город, а после этого тебе нужно три года наблюдаться у врача, а после этого тебе нужно пройти психологическую реабилитацию. Он идет уже к человеку и говорит, Чувак, мне нужно еще 100 тысяч миллионов. Он говорит, не, извини, я тебе уже дал, все, что ты из меня тянешь, ты деньги всегда. Вот, то есть, когда вы даете деньги адресно, вы один раз решаете какую-то конкретную проблему. да, вы решаете проблему, например, ребенку нужно пройти химиотерапию, вы даете деньги на прохождение химиотерапии, на это всегда вы соберете деньги. А проектная помощь, она подразумевает, что вы даете деньги и врач, вот когда вы приходите к врачу, вы же приходите к врачу, он вам сначала меряет температуру, потом берет кровь, потом он вас там отправляет на анализы, на рентген, да, то есть он проводит с вами целую систему действий, и эта система действий дает ему возможность вас вылечить. При этом каждый из нас проходит через эту систему действий во всем, не обязательно у врача, даже там, не знаю, на работе, мы же приходим, мы же не одно действие делаем, даже если мы гвозди забиваем, мы все равно пошел, взял молоток, снял с него там набалдашник, начал бить, 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 потом у тебя там обед, еще что-то, система получения твоей зарплаты, она многоступенчатая, не просто ударил, получил бабло, так не бывает. Так в мире не бывает нигде и никогда. А почему-то самая популярная идея заключается в том, что нужно один раз ударить, вместе мы объединимся, дадим денег, этому человеку все проблемы решатся. Не решатся. Невозможно одноразовым вложением денег решить проблему, например, с социализацией детей-сирот. Ребенок-сирота, для того, чтобы решить его проблему, с ним должен работать специалист на протяжении долгих лет. то ты должен быть очень серьезный психолог, специально обученный, а не кто-либо угодно, кому ты просто денег дал. Проблему инклюзивного образования детей с синдромом Даун или детским церебральным параличом невозможно решить, один раз дав денег. Невозможно. Возможно дать денег организации, которая будет заниматься профессионально из года в год этими проблемами, и тогда эти проблемы будут решаться. Но просто один раз дав денег ребенку или родителю ребенка с детским церебральным параличом, вы не решите его проблем никогда. Что еще плохого в адресной системе, то, что адресная система вы каждый раз индивидуально собираете деньги на каждого нового больного. Заболел Вася, вы идете и ему собираете деньги. Заболел Коля, вы идете и ему собираете деньги. Проектная помощь, как вы делаете, вы знаете, что у вас каждый год, например, 670 тысяч сирот в России. Вы знаете, что вам нужно обработать 670 тысяч сирот. Не тот, кто стал сиротой, и ты потом собираешь деньги на то, чтобы его чему-то научить, или чтобы найти ему родителей. А вот мы знаем, что у нас 670 тысяч сирот в России. Соответственно, нам нужно столько денег обработать. Мы можем планировать, как мы будем с ними работать. Мы можем заранее обдумывать, какие действия мы будем с ними производить. И собираем мы деньги не на одного сироту, а сразу мы собираем на многих сирот. и это позволяет нам возможность не делать выбор между голубоглазенькой Машей из Рязани и каким-нибудь не очень голубоглазеньким и не очень Машей исламчиком из какого-нибудь Таджикистана, которому никогда ничего не перепадет в нашей замечательной стране, кроме его соплеменников. Потому что что я вам объясняю, все прекрасно знают, в каком обществе мы живем. Следующее, что очень плохо в адресной модели, почему нельзя помогать одному человеку. Дело в том, что мы затыкаем дырки на тонущем корабле. Бежит человек говорит умираем, умираем. Это неправильно. Складывается ощущение, что благотворительность это какая-то территория боли, территория несчастья, территория смерти, территория ужаса. При этом это не так благотворительность, это невероятно клево, весело и зажигательно. К тому же с помощью благотворительности мы можем добиваться огромных результатов во всех сферах нашей жизни. Благотворительность на данный момент это единственное вообще что есть, гайка, которая не закручена в нашей стране. Мы не имеем возможности решать проблемы, например, с помощью политических инструментов, потому что мы все ходили на выборы, потом мы ходили на митинги, одни на Болотную площадь, другие на Поклонную гору, кто за Путина, кто против Путина, но в итоге мы все сидим в той же самой луже и мы сделать ничего не можем. А с помощью благотворительности мы можем сделать, потому что мы общество, и мы можем взять лопату и закидать эту лужу землей сами. Кризис, который происходит сейчас, не решается затыканием одной дыры. Он решается тем, что корабль выводится на тонущем корабле, корабль выводится в сухой дуг, и в нем производится полноценный ремонт. Происходит полноценная долгосрочная стратегия. Мы думаем, что мы не о том, как спасти корабль, а о том, как мы дальше на этом корабле будем плыть. В этом разница между кризис-менеджментом и построением долгосрочной стратегии. Адресная помощь, чем очень плоха. Кто-нибудь из вас знает, например, что такое булезный эпидермолиз, или мукополисахаридоз, или несовершенный остеогенез? А если, не дай бог, у вас рождается ребенок с подобным заболеванием, что вы делаете? Гарантирую вам, что врачи не только в регионах, но в регионах понятно, в Москве врачи не знают не просто как лечить, а как принимать роды у родителей с такими детьми. Дети с булезным эпидермолизом, например, рождаются без кожи. То есть, когда они рождаются, их вынимают из матери, и кожа у них такая тонкая, что она срывается просто. Потому что врачи не знают, как принимать роды у таких детей. Нигде. Что может сделать родитель, у которого произошло вот такое несчастье в семье? Родитель может вбить в Яндекс или в Гугл название этой болезни. Там он прочитает в Википедии статью, и дальше начнет собирать миллион долларов на то, чтобы отвезти своего ребенка к Ванге или в Израиль. Неважно. Вариантов два. А организация, которая занимается, например, булезным эпидермолизом или несовершенным остеогенезом, знает, что есть один врач в России. И в первой ситуации, и во второй, кстати, действительно один врач. И с булезным эпидермолизом, и с несовершенным остеогенезом. Вот обычно так случается, что со всеми этими редкими болезнями есть один врач в стране, который знает, как можно сделать так, чтобы облегчить страдания, либо в некоторых случаях сделать жизнь ребенка полноценной. Есть одна, опять же, есть, например, такая болезнь, несовершенный остеогенез, когда ломаются кости у детей, это хрустальные кости называется, они ломаются иногда под тяжестью собственного веса. Ребенок поднимает руку, она так ломается. Что делают родители, когда это видят? Они ребенка своего, как хрустальную вазу, начинают оберегать, закладывают его в гипс сразу, и он у них лежит вот так вот. Лежит он ровно до того момента, пока его кости вообще не перестают каким-либо образом развиваться, и ребенок на всю жизнь остается прикованный в кровати с вот такими вот кривыми костями, ломкими. При этом с несовершенным остеогенезом можно жить, причем можно жить нормально, достаточно просто, во-первых, не относиться к своему ребенку как к хрустальной вазе, и дать ему спокойно поломать все свои кости там 30-40 раз, но как только ребенок понимает, что он не хрустальная ваза, он начинает, это психологически, понимаете, он понимает, что он не хрустальная ваза, он начинает к себе относиться по-другому, и он уже не боится того, что он сломает себе руку, еще что-то, и он перестает ее ломать. Вот так получается, во-первых. Во-вторых, есть лечение некоторое, небольшое, которое позволяет ребенку жить более-менее нормальной жизнью. Но этим в России занимается одна организация. И эта организация сейчас занимается тем, как и все эти организации, занимающиеся странными заболеваниями, они занимаются тем, что они ищут этих детей по всей стране. Не дети их ищут, а они ищут. Потому что дети в основном лечатся аспирином или уринотерапией, то есть никто не знает, или там прикладыванием к святому образу. Никто не знает, как лечить эти супер страшные заболевания. И даже если вы в Яндексе прочтете это название, вы все равно не сможете его вылечить. Что говорить там про булезный эпидермолиз? То есть даже аутизм, даже ДЦП, даже, честно вам скажу, ангину лучше самостоятельно не лечить. Потому что вы всегда можете достигнуть не очень хороших результатов. А профессионалы знают, как вылечить ангину, например, за три дня. Аутизм не вылечить. Но у ребенка с аутизмом в 40% случаях, ну или там 45%, можно вывести в норму. Он будет жить полноценной жизнью. Он будет нормально общаться с нормальными людьми. Ну да, у него будет там в голове своей что-то там, он может будет немножечко закрытый. Но вы не будете замечать этого. У нас сейчас каждый 48-й ребенок рождается аутистом. Вы же этого не замечаете. Потому что во многом профессионалы с ними работают и выводят их в норму. Профессиональный подход всегда правильный. Профессиональный подход всегда дешевле. Профессиональный подход всегда эффективнее, чем просто вломить бабла и отправить человека лечиться в Израиль. Что касается еще одной очень важной части того, почему не нужно помогать конкретно людям, а нужно помогать организациям. Дело в том, что существует такое утверждение, что фондам нельзя помогать, потому что фонды воруют. Ну как вы понимаете, фонды, во-первых, воруют, а во-вторых, суки смеют тратить деньги на себя. На зарплаты, на офисы, на телефоны, на разъезды, там еще что-то. Представляете, какие подлецы. Например, никому же не приходит в голову, что больница смеет тратить деньги на себя. Или школа смеет тратить деньги на себя. А вот фонды почему-то не могут тратить деньги на себя. Ну ок, это отдельно. Но, что касается того, воруем мы или не воруем мы. Когда вы жертвуете какому-нибудь пупсику ВКонтакте, или в Фейсбуке, или в Одноклассниках, обычно просят перевести деньги на карточку Сбербанка, на Яндекс.Кошелек, на Киви, Вебмани. Подумайте, остановитесь, переведите дух и представьте. Вот вы перевели ему деньги. А как вы можете проверить, на что он их потратит? Вот как? Карточка Сбербанка. Вы имеете доступ к его банку? Нет. Он защищен банковской тайной. Вы можете проверить, куда ушли деньги с его Яндекс.Кошелька? Ну да, есть там Яндекс.Аудит. И чисто теоретически вы можете увидеть, куда ушли эти деньги. Ну ох, предположим, человек, которому вы пожертвовали миллион долларов на лечение пупсика, пошел и купил на эти деньги Ламборджини. Что вы ему предъявите? Не существует законной возможности его ни в чем обвинить. Потому что вы ему перевели, одно физическое лицо передало безвозмездные деньги другому физическому лицу. И что? Пошел, купил Ламборджини, имеет полное право его деньги на 13% налогов заплатить за полученные деньги. И все. А что касается фондов? Как я говорил вначале, фонды не имеют права тратить деньги ни на что, кроме своей уставной деятельности. Если у фонда в уставе написано, что помощь детям, он не может помогать взрослым. Если у него написано «помощь», он не может заниматься, например, покупкой Ламборджини. Ну, опять же, если это не утверждено как-то особенно. Во-первых. Во-вторых, фонд имеет несколько степеней отчетности. В отличие от физического лица, фонд отчитывается в Министерстве юстиции в обязательном порядке каждый год. Любой фонд. Если вы заходите, ну, вы можете зайти на сайт Министерства юстиции, и все фонды, каждый фонд обязан выкладывать там свою отчетность. Если ее там нет, это нарушение. Если фонд не отчитался перед Министерством юстиции, у него возникают такие проблемы, которые лучше никому из нас даже не представлять. Фонд отчитывается, помимо Министерства юстиции, он отчитывается перед своим банком. Например, когда мы переводим деньги нашим подопечным, да, и мы переводим больше, там, какого-то, по-моему, 20 тысяч долларов за раз. Я не помню, больше 600 тысяч или больше 500 тысяч, не помню. Короче, когда мы переводим, нас блокируют перевод и говорят, извините, мы тут хотим проверить, не отмываются ли вы деньги. Что это вы такое переводите? То есть мы показываем вам договор о том, что вот мы у нас договор есть с этой благотворительной организацией, что мы им оказываем благотворительную услугу, помощь. Потом мы им показываем второй договор, где написано, что это помощь, вот первое, это участие в нашей программе, договор. А второе, что мы им деньги не просто так переводим, мы им переводим деньги на конкретные цели, и что вот это мы им переводим. Мы им переводим, вот только им. Они их не могут перевести никуда дальше, они не могут из них платить зарплату, они не могут из них ничего делать. Они могут, вот мы переводим на строительство больницы, они могут только построить больницу. Да, еще очень-очень важная вещь, да, ваши прямые пожертвования, адресные пожертвования фондом, Если вы приходите, скажем, на сайт Русфонда и выбираете себе ребенка, и пишете «хочу дать денег Иванову Васе», они не имеют права дать эти деньги Петровой Кате. То есть прямые пожертвования с законом защищены. Фонд не имеет права деньги, которые направлены на строительство больницы в Ахтубинске, пустить на строительство больницы в Твери. Не может. Мы просто не можем этого сделать, иначе нас всех прихлопнут. Поэтому, да, отчитываясь перед Минюстом, перед Банком, и третье, перед кем, конечно, отчитываются фонды, это жертвователи. Потому что фонды публикуют отчеты у себя на сайтах, и если на сайте фонда нет отчета, с ним нельзя иметь дело. Это самая простая проверка на вшивость. При этом, опять же, у людей отключаются мозги, и когда им показывают фотографию маленького пупсика, ни отчетов, ничего, люди не думают. Сразу пупсик вынул, положил, перевел деньги. Все. По статистике, от третьей до четверти сборов в интернете, в социальных сетях на маленьких пупсиков, это мошенники. Остальные сборы на частные карточки, там, Яндекс.Кошельки, это так называемые токсичные сборы. Когда ребенка, например, можно вылечить более простыми способами, или ребенка можно вылечить бесплатно вообще. А иногда лучшая помощь — это вообще ничего не делать. Потому что хотят там собирать деньги на лечение, а лучшее лечение в данной ситуации — это не лечение. Очень большое количество людей хочет отправить своих детей лечиться в Израиль, Австрию, еще куда-то, при этом имеет возможность вылечить их по квоте в России. Я понимаю родителей. Конечно, очень хочется отправить своего пупсика в Израиль. Но есть одно но. Когда ты отправляешь своего пупсика в Израиль, и при этом у тебя есть возможность вылечить его бесплатно в России, тем самым ты лишаешь возможности того пупсика, которого нельзя вылечить в России, отправиться в Израиль. Потому что тот миллион долларов, который стоит операция в Израиле, это не бесконечная величина, их не может быть. Вынул один, вынул другой — нет. Миллионов долларов — их конечное число. И, соответственно, помочь этим детям или людям их можно не всем. Ну и последнее, почему не нужно помогать частным людям, частным просьбам, а нужно помогать проектным, это экономическая неэффективность. Я тут немножечко сейчас... Вот. В России ежегодно полторы тысячи детей заболевает лейкозом, рак крови. У нас, слава богу, более-менее его научились лечить. И от 85% до 95% детей уже вылечиваются. Но опасна эта болезнь не тем, что умирают от самого лейкоза. Она опасна не только этим, а опасна еще тем, что есть сопутствующее заболевание, которое называется аспергиллез. Аспергиллез, вы все видели в фотографии детей, лысых детей в масках. Это не потому, что они больны, а чтобы они не заболели. Аспергиллез это такое заболевание, когда плесень, грибок попадает в организм ребенка, который не имеет возможности сражаться с этим грибком, и, соответственно, заболевает и умирает. Вылечить одного ребенка от аспергиллеза стоит 25 тысяч долларов. Полторы тысячи детей, ну, практически в год. Собираются деньги на лечение полутора тысяч детей. Практически всегда, каждый год. Так вот, сделать так, чтобы все эти полторы тысячи детей не заболели аспергиллезом, стоит 100 тысяч долларов. Потому что это очень просто. Ты проводишь там специальную обработку палат, покупаешь специальные растворы, специальные какие-то расходные материалы. Количество палат, в которых лежат дети с лейкозом, в стране оно очень ограничено, как вы понимаете. И во всех из них провести профилактику против аспергиллеза стоит 100 тысяч долларов. То есть сколько? Четыре ребенка. Четыре ребенка стоит сделать так, чтобы не заболело полторы тысячи. Но никто не готов платить за еще не заболевших детей. Зато за уже заболевших готовы с радостью. Причем десятки тысяч. Еще один пример. На Дальнем Востоке на данный момент насчитывается 22 тысячи онкологических больных. Ежегодно государство выделяет на их лечение 100 миллионов рублей. Ну, я думаю, что в следующем году вообще ничего не выделят. Так вот. И только каждый четвертый в итоге получает необходимые препараты. лечения. То есть три четвертых не получают этого лечения. Соответственно, дефицит 300 миллионов. Если за 100 миллионов лечится каждый четвертый, 300 миллионов – это дефицит. Сколько нужно, чтобы лечились остальные. То есть получается, что 16,5 тысяч больных остается без лечения. Вылечить одного больного, ну, провести лечение, не факт, что мы его можем вылечить, но провести лечение одного больного от онкологического заболевания стоит около 3 миллионов рублей. Ну, так скажем, это по-божески. Бывает, что и 20, бывает, что и 25. А 3 миллиона рублей умножим на... 300 миллионов рублей поделим на 3, да? Сколько получается больных? Сколько можно больных вылечить за эти 300 миллионов рублей? 100 человек. Что-то у меня написано с 300, но это, видимо, у меня два по математике. Так вот, можно вылечить 100 человек, либо провести лечение, либо 16,5 тысяч. Причем, как вы понимаете, лечение будет производиться в одном и том же месте и одними и теми же методами. Потому что на Дальнем Востоке не существует большого количества разнообразных центров лечения онкологических заболеваний. Их всего несколько. Просто если их лечить пачкой, то это будет... За 300 миллионов можно будет вылечить 16,5 тысяч человек. А если их лечить по одному, то 100. И третий пример эффективности. Фонд, есть такой замечательный, называется «Жизнь как чудо». Он каждый год тратит примерно 1 миллион евро на трансплантацию печени у детишек с циррозом. В России эту операцию провести не могут пока, потому что у врачей, которые... В России есть две бригады врачей, которые умеют делать эту операцию технически, но не могут ее сделать, у них нет специального образования, какого-то там штампика, еще чего-то. Короче, каждый год миллион евро в Индополож, они едут в госпиталь Сен-Люк в Бельгии и там проводят эти операции. Врачи в госпитале Сен-Люк готовы бесплатно обучить наших врачей. Вопрос в том, чтобы эти бригады вывезти туда, самолет, проживание суточное, еда какая-то там, да, и чтобы они там прошли это обучение и практику. Это стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Мы заплатим 2 миллиона рублей, или там от 2 до 4, зависит от количества врачей, и в России будут каждый год делать бесплатно по квотам в государственной клинике на нормальном оборудовании, которое есть, будут делать операции прототрансплантации печени. Но общество не готово платить за гипотетическую возможность. Оно готово платить только за то, что ребенок уже заболел, ему нужно сделать пересадку печени. Пусть это стоит в 100 раз дороже. Еще приведу пример того, почему эффективно. Наш конкретно кейс, это кейс с фондом права матери. Мы собрали им... Фонд права матери, это фонд, который занимается помощью семьям военнослужащих, у которых погибли родные военнослужащие, собственно, в мирное время в российской армии, а именно дедовщина или контртеррористические операции, или вдруг каким-то образом кто-то заблудился в соседней стране, неизвестно как. Фонд права матери в таких ситуациях представляет юридически, с юридической стороны, семьи погибших, и одновременно с этим он оказывает им психологическую поддержку. Что делает государство? Он присылает им бумажку и говорит, «Ваш сын умер, до свидания». Все. Похоронку. Фонд права матери это единственная организация в стране, которая поддерживает таких родителей и говорит им «Нет, не все». Юридически фонд... То есть, оказывается, юридически можно отсудить у государства деньги за это. Причем дело не в деньгах, а дело в том, что это как-то попытка получить справедливость. Юристы в регионах не умеют этим заниматься, разумеется, так же, как и в Москве. Плюс берут за это огромные деньги, если кто-то умеет. А фонд права матери занимается этим бесплатно. Представляет по всей стране. Они ездят. И эффективность их работы составляет 550%. То есть, на один рубль, который мы им переводим, они отсуживают пять с половиной государства в пользу родственников погибших. Потому что они профессионалы. Потому что они знают, как это делать. Они уже ни одну собаку съели на этих судебных процессах. Если бы вы представили себе, что человек, у которого погибли родственники, погиб сын, например, пошел бы в адвокатскую контору, с него бы, во-первых, там содрали денег, во-вторых, не факт, что они бы выиграли это дело, потому что неизвестно, какая у них юридическая вообще база, могут ли они, эти юристы, в регионах заниматься такими делами. Есть ли у них опыт, не факт, что они бы добились такой эффективности. Следующий наш кейс, подтверждающий эффективность собственно проектного подхода заключается в том, это кейс фонда «Дети наши». Мы помогаем этому фонду в том программе, которая занимается тем, что помогает детям преодолеть ужасающий такой момент. Это депривация. Депривация – это когда ребенок попадает в детский дом, сирота, от 0 до 4 лет, любой ребенок должен быть привязан к матери. И если у ребенка нет матери, то он пытается заменить эту мать себе чем-то. в итоге это выглядит примерно так, что ребенок лежит один в кровати и качается вот так вот, либо вот так вот, берется за голову, он имитирует, что его обнимают. Его никогда в жизни не обнимали, никогда в жизни не качали, а у нянечек не хватает времени, у них там 30 детей, когда они всех покачают, когда они их пообнимают. Посмотрите фильм «Блефали с Новым годом», я очень рекомендую. Там есть прекрасный в кавычках, конечно, момент, когда маленького мальчика берут на ручки, а он не знает, что делать, и у него ноги не сгибаются, они у него прямые, как вот так вот, как карандаши, потому что его в жизни ни разу не брали на ручки. И, в общем-то, когда ребенок переживает этот процесс депривации, называется кризис привязанности, когда ребенок переживает этот процесс с нуля до 4 лет, это самое страшное, вообще стрессовое время в его жизни, при этом он совершенно не защищен, он абсолютно не понимает, что с ним происходит в этом мире, и в дальнейшем это становится базой всех его проблем, потому что в момент прохождения депривации ребенок теряет 1 балл IQ в неделю и 1 килограмм веса в месяц. Настолько это серьезный психологический стресс для ребенка. Как решить эту проблему? Решить ее очень просто, ну, то есть, решить ее сложно, конечно, потому что этим должны заниматься серьезные психологи, но сделать так, чтобы этот стресс был не настолько зубодробильный, а хотя бы просто до трясучки свести его, ребенка можно просто обнимать, нужно дать ребенку близкого человека, каждому ребенку прийти и дать близкого человека, чтобы был волонтер, который приходил, ни мама, ни папа, нету мамы с папой, или там есть, они пьют, а просто вот близкий человек, там, Катя, который приходит раз в неделю, или два раза в неделю, он приходит, обнимает ребенка, с ним гуляет, разговаривает, и все, и ребенок проходит этот период, и дальше растет нормальным человеком. Чтобы вы понимали, насколько важна эта проблема, 80% сирот не доживают до 40 лет. В стране 670, по-моему, сейчас тысяч сирот. Не доживают до 40 лет именно поэтому, потому что они не знают, как жить в нормальной жизни после того стресса, который они проходят в детском доме. Плюс к этому добавляется то, что в детском доме они всю жизнь живут по расписанию, и они не умеют делать ничего сами. В туалет ходят по расписанию. Одежды у них нет своей, например, у них бирочки написаны на одежде, как в концлагере. Даже не в тюрьме, а в концлагере. В тюрьму попадают за проступки, а в концлагере попадают по факту своего существования. Вот детский дом это концентрационный лагерь. Так вот, фонд Дети Наши занимается тем, что помогает детям преодолеть этот сложный период жизни. За 289 тысяч рублей, господи, что на эти деньги можно сделать? Одна десятая от одного онкологического больного. На протяжении двух лет целых 300 детей были спасены просто фактически. Прошли через эту программу, и к ним приходили волонтеры. Деньги-то тратились не на волонтеров, а на организацию труда, на организацию процесса, чтобы можно было довести от одного детского дома до другого, или от города до детского дома. 300 детей, пожалуйста, меньше тысячи на ребенка. Зато это спасенная жизнь. Ну и самый классический крутой пример, который можно привести, это госпиталь Святого Иуды. В Соединенных Штатах, к сожалению, это не наш кейс. Это знаменитый госпиталь, который на 100% существует на благотворительные пожертвования. И 80% детей, которые лечатся в этом госпитале от онкологии, выздоравливают, либо выходят в стабильную ремиссию. Дело все в том, что этот госпиталь, мало того, что это суперэффективная организация, он еще очень серьезно занимается изучением онкологии. И поэтому там работают лучшие ученые, лучшие специалисты, лучшие практики, лучшие теоретики. и они всегда знают, как обращаться с той или иной ситуацией, во-первых, а во-вторых, они всегда имеют возможность благодаря благотворительным пожертвованиям изучать их дальше. Этот госпиталь существует только на благотворительные пожертвования. В нем лечатся десятки тысяч детей ежегодно. Ну вот. И, наверное, последний слайд. Что очень важно еще, почему нужно помогать благотворительным фондам, а не конкретному человеку. Дело все в том, что благотворительные фонды, когда вы общаетесь с благотворительным фондом, у вас складываются отношения. Вы один раз пожертвовали, вы потом получили отчет, посмотрели, потом посмотрели, а вот тут вот еще что-то, тут вот новая программа открылась, ну ладно, не хочу, следующая программа открылась, может, хочу, а вот там тут вот такие вот результаты, тут всякие результаты, вы знаете лица людей, телефоны людей, которые работают в этом фонде. У вас начинаются долгосрочные отношения, у вас начинается роман с благотворительностью. А когда вы просто даете деньги одному человеку, ну, дали ему, и все, окей, вы его вылечили, все, он ушел из вашей жизни. Ничего не происходит. Вы не можете долго присутствовать в этой благотворительной какой-то вот стезе, в этом потоке. Ну и что самое важное, когда вы жертвуете благотворительному фонду, благотворительность переходит из области сердца в область разума. Потому что вы начинаете думать над тем, куда пойдет ваш рубль, что произойдет с ним, какой результат он даст, будет ли он эффективен, поможет ли он одному человеку или сразу многим. будет ли он помогать долго или он будет помогать один раз. Вы начинаете задумываться, а как только вы начинаете задумываться над этими вопросами, ваша жизнь никогда не будет прежней, потому что по сути вы начнете задумываться и над другими вопросами во всей жизни. И в общем-то такая тайная гиперзадача нашего проекта это выбить патерналистскую модель из голов нашего общества и сделать так, чтобы люди могли сами за себя и постоять и решить сами собственные проблемы, которые перед ними возникают. Чтобы общество могло решать проблемы, которые перед обществом ставят жизнь. Чтобы общество было полноценным обществом. Собственно, вот, готов ответить на ваши вопросы. Извините, что так долго говорил. Да, конечно. Понятно, что фонд реальный. Что фонд что? Фонд реальный. Что он настоящий, что он не левый. Как я уже говорил, самый простой пример того, как проверить, настоящий фонд или нет, зайти на его сайт и посмотреть отчеты. Когда вы покупаете себе, скажем, телефон или машину, что вы делаете? Вы идете в автосалон или вы зайдете в Яндекс и вы начинаете смотреть, чем Мазда 5 хуже, чем BMW 5. Вы же сравниваете их, вы же смотрите на них, какие-то характеристики, можете спрашивать у друзей, почему вы не делаете так же с пожертвованиями? Почему нельзя спросить у Фейсбука, например, или почему просто в Яндексе в том же самом нельзя спросить. Фонд, подари жизнь. И сразу, а там, отзывы. И сразу вы находите какие-то отзывы о них. То есть самый простой пример, как проверить фонд. Во-первых, включить мозг. Во-вторых, то есть включить мозг, то есть не сердцем думать, ребенок, срочно денег. Посмотреть, отчеты, юридические документы, там, регистрация, у них есть этого фонда, или это только называется фонд. Да? Есть ли у них контакты, например, на сайте. Вот у нас на сайте написано прямой телефон мой, прямой телефон президента фонда, прямой телефон вплоть до дела производителя. То есть в любой момент можно позвонить мне. И можно позвонить любому человеку в любой фонд, президенту профессионального любого фонда, и сказать, здравствуйте, а что это у вас тут за сбор? И они вам с радостью ответят. Они счастливы всегда будут, когда звонят люди, которые интересуются их деятельностью. Я всегда с большой радостью отвечаю на такие звонки, потому что переубедить скептика это самое дорогое, что может быть, потому что сделать из скептика можно своего лучшего фаната, если ты его переубедишь. Да, пожалуйста. У меня оказался очень полезным, я все понимала. Спасибо, здорово. Да, но не об этом на самом деле, я просто про то, что вот эти вот пупсики, о которых вы говорите про адресную помощь, которая преимущественно существует, и люди, которые ведутся на это, ведь, например, мошенников, которые размещают такого рода объявления, есть же и настоящие пупсики, и родители этих пупсиков тоже очень хотят помощи, потому что она действительно нужна. То есть, получается, что... Они это делают, извините, что я вас перебью, они это делают от незнания. Конечно, не получится. Во-первых, существует масса фондов, которые занимаются адресной помощью. Фонд никогда не помог... Вот очень просто. Никогда... Вот послушайте, включите мозг, отключите сердце. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не помогайте, не делайте лайк, не делайте репост, не просите о помощи для тех, кого вы не знаете. Если вы знаете конкретную Марию Петрову, то вы говорите, друзья, это моя подруга Маша, и у нее действительно такая ситуация, что ей нужна помощь деньгами. Я ручаюсь вам, что Маше нужны деньги. Если вы... Если вы можете... Нет. Нет, подождите. Вот, если это происходит так, что это ваша подруга, то вы звоните вашей подруге, например, или пишите, правда твоя подруга? Да, правда. У нее действительно так плохо? Да, действительно плохо. Окей, тогда вы можете, например, сделать репост. Или можете дать денег, если уж вы так хотите этого делать. Но правильнее сделать, отправить этого человека в какой-нибудь благотворительный фонд. Я очень часто, когда хожу в метро или там по улице, я натыкаюсь на людей, которые стоят просто и просят денег. Я говорю, что, чем болеет ваш ребенок? Есть два варианта ответа. Первый раз мне говорят, ну там чем-то болеет, ну там онкология, ну там ДЦП. Я говорю, и что? В какие благотворительные фонды вы обращались? Спрашиваю я. О, ну там во многие. Я говорю, в какие? Чего вы это пристали? Дай бабок. Да? То есть если человек на простые вопросы начинает тебе отвечать вот так вот, то, ну, собственно, помочь, помогать ему не стоит. Это, скорее всего, какая-то сомнительная история. А если человек тебе говорит, я обращался в такие, 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 такие фонды, они сейчас рассматривают вопросы, рассматривают наш вариант лечения, пока мы там, типа, собираем сами деньги. Окей, это еще допустимый более-менее вариант, хотя, опять же, никто у вас не, ну, как бы, не факт, что ребенку можно помочь с деньгами. Поэтому любой ребенок, который на сайте фонда, скажем, в «Подаре жизни», или там, в «Предании», или в «Русфонде», он проходит огромное количество процедур, которые, ну, как бы, внутренних, экспертный совет, медицинский совет, медицинский совет принимает решение, что этому ребенку можно помочь, и поэтому его выставляют на сайт. И вы можете быть уверены, что если этот ребенок на сайте фонда, то помощь точно дойдет именно ему, и она ему действительно нужна, и она ему нужна именно в том размере, в котором написано. А даже если ваш друг собирает в свой личный Яндекс.Кошелек деньги, еще не факт, что это так. Притом, что другу как бы помочь все равно там можно и нужно, но лучшая помощь в такой ситуации это действительно помочь ему обратиться к профессионалам. Да, да, конечно. Смотрите. Во-первых, есть разные фонды. Есть фонды, которые просто тупо собирают на все. При этом все равно все проверяют. А есть фонды, которые занимаются только детьми с конкретным заболеванием. Поэтому, если вы, ваша задача просто кому-то помогать, я бы на вашем месте сделал проще. Я бы просто помогал фонду существовать. Потому что каждый раз, когда вы помогаете существовать фонду, тем самым вы помогаете сразу вообще всем. Потому что, ну, как бы, скажем, президенту фонда, не подрабатывать вечером таксистом, а ложиться спать, чтобы с утра спокойно опять заниматься помощью детям, это помощь сразу тысячи детей, которым он помогает в месяц. Если вы просто хотите помогать. Если вы хотите помочь конкретному какому-то ребенку, вы приходите на сайт фонда, выбираете себе этого ребенка и помогаете. помочь, я понимаю, по-другому. Вопрос в том, что вы говорите, что нужно отправлять секунды на фонды, ну, конечно. Угу. В котором они примут этих людей и потом можно помогать через сон. Я задаю вопрос, допустим, не знаю, 500 человек говорят, это на то же болезни, которые занимаются сон. Возьмет он всех детей? Он возьмет всех тех, кому он сможет помочь. То есть они берут всех? Ну нет, не всех, это заблуждение. Они берут всех, кому можно помочь. То есть тем, кому нельзя помочь, они не берут, тех они отправляют в хоспис. И там ими занимаются Ньюта Федермессер и Лидоманиала. То есть это другой тип помощи. Не нужно собирать, то есть понятно, что если у тебя у ребенка последняя стадия рака терминальная, то собирать ему 10 миллионов долларов на лечение в Израиле, которое не поможет, я понимаю родителей, которые пытаются за это зацепиться. Но, к сожалению, жизнь такова, что это просто выброшенные деньги. Да, конечно. Какой личный ты какой количественный писем получаешь в день, какой количественный проект в технологии и сколько ты отказываешь? заключается. Вообще у меня даже есть отдельная я сейчас готовлю лекция для некоммерческих организаций, которая называется «Как правильно отказать?» и почему иногда отказать лучше, чем помочь. Так вот, я часто отказываю, во-первых, потому что люди, которые просят помощи у меня адресной, не могут ее у меня получить. я отказываю, отказать не значит не оказать помощи, потому что я отказываю, говорю, что я вам деньги собирать не буду, но я, например, вас отправлю туда, туда или туда, или я вам порекомендую, куда можно обратиться. Мне пишут, «Митя, нужна кровь». Я говорю, «Прекрасно, нужна кровь, веди на сайт DonorSearch.ru». Для этого и создан орг уже, ну, неважно, фантастический сайт, всем очень рекомендую его поддерживать. То есть, я отказываю много, я отказываю много просто потому, что люди просят всего, а мы занимаемся исключительно какими-то узкими вещами, но мы занимаемся развитием благотворительных фондов, мы занимаемся тем, чтобы как раз было много тех, кто будет оказывать помощь, чтобы было к кому обращаться. Потому что на данный момент вообще-то в Москве сосредоточено 47% благотворительных фондов и в Питере 13%. Понимаете? А все остальные находятся по регионам. Выжженная земля постапокалиптическая, там нет практически ничего, они не знают практически ничего, они не умеют практически ничего. Мы проводили семинар по обучению некоммерческих организаций в Костроме и приехали фонды из Костромы, Ярославля и Иваново. И я вышел и спросил, друзья, кто собирает деньги через интернет? Подняли руки три фонда. Понимаете уровень ада, в котором мы живем? Уровень ада за МКАДом. да, 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 Вопрос про тем, ведь очевидно, что уровень мощности у фонда для жизни и веры какого-нибудь фонда в Ярославской области, который помогает в Костреевом, он совершенно разный. какой механизм фонда здорового и гражданской области, чтобы встретиться с вами, чтобы вы друг друга нашли, и вам как-то, точнее, вы как-то помогли. что касается того, как встретиться со мной. Как я уже сказал, мой телефон написан на сайте фонда и я отлично. Ну, это понятно, это вопрос про ада, в котором они не знают в принципе про вашу существование, а как надо даже про существование еще раз. Ну, во-первых, ну, опять же, мы ездим по регионам и рассказываем и про себя, и помогаем региональным фондам. Мы не питаем иллюзий, что они вдруг в какой-то момент одумаются и нас найдут. Нет. Плюс мы, конечно, пользуемся всеми возможностями для выступления. Вот, например, здесь. Плюс мы максимально себя пытаемся раскручивать во всех возможных социальных сетях, плюс мы максимально пытаемся себя раскручивать в медиа. Потому что одна из наших задач это популяризация благотворительности. Чтобы благотворительность была не чем-то там непонятно чем, а чтобы это была нормой жизни. Встал, почистил зубы, выпил чашку кофе, отправил 100 рублей на благотворительность. А лучше, когда эти 100 рублей списываются у вас с карточки автоматически, вы вообще об этом не думаете. Вот. Собственно, шансов у этих фондов с нами встретиться ровно два. Либо мы приедем, либо они поумнеют. Чудо не произойдет. Да-да. В каком размере доходят деньги до конкретного адреса? Допустим, я перевожу тысячу рублей, сколько ребенку через фонд попадет? В смысле? Не попадет. 50 тысяч человек. Вообще, ребенку ничего не попадет. В этом главная мысль. Что, понимаете, ребенку и маме не попадет? Нет, на ребенку. Значит, фонд оплачивает лечение, скажем, 10 детей. Нет, а если конкретного ребенка не попадет? 100%. 100%. 100%. Если вы переводите на лечение конкретного ребенка, 100% попадает конкретному ребенку. Потому что по закону ваши прямые пожертвования защищены законом, они не могут быть истрачены ни на что другое. Но если вы оплачиваете какую-то программную деятельность, то деньги не доходят до ребенка, не доходят до родителей ребенка. Тем самым они обезопашиваются. Потому что фонд, повторяю, можно проверить, а родителей ребенка проверить нельзя. Валера Панишкина очень любит рассказывать историю про то, как у них был какой-то ребенок, который обгорел очень сильно. И Валера написал о нем то ли в «Коммерсант», то ли в «СНОП». И, соответственно, ему позвонил какой-то миллиардер и сказал, так, ну что, давай адрес, я поеду, дам ему бабла. Он дал ему адрес. Миллиардер на трех джипах с охраной, все, как нужно, приехал в Нижегородскую, в Ростовскую область. Вот. Приехал в эту деревню, дал ему картлету бабок, сказал, ну лечите. Все, вау, ну клево это. Вот. Через 10 дней Панишкину звонит соседка. Их людей говорит, вы что сделали? Вы что сделали? Так, что мы сделали? Так они бухают в 10-й день. А ребенок, мало того, что обгоревший, не мыт, не кормлен и лежит вообще весь в своем дерьме. И так происходит повсеместно. Представляете, сидят какие-то чуваки где угодно, в Урюпинске, а тут у них бац, котлета бабла сверху падает. Что они будут делать? Конечно, бухать. Ну потом, телевизор, шубейку, в Турцию. Ах, ребенок же еще больной. Ну, вспомнит, может быть. Поэтому деньги ни в коем случае нельзя давать в руки. Никогда. Можно давать, то есть, хотите, есть очень простой пример. Хотите накормить человека, купите ему еду. А лучше сделать и так, чтобы он мог получать эту еду бесплатно каждый день. То есть, пожертвуйте столовой. Вот и все. Ну что, все? Ура! Спасибо.